Ре! Вис Этерс Ирте! Союз Зелёных и Крестьян, безусловно, ликует. Партия выдержала облаву на ведьм, то есть на олигархов. Для сравнения, в 10-м Сейме у Зелёных было 22 депутатских кресла. После распуска парламента, который проходил под эгидой борьбы с олигархами, в 11-й Сейм от этой партии прошли только 13 человек. И какое-то время, пока бывший президент Валдез Атлерс ещё проводил красные линии, Зелёные прозябали в оппозиции. Теперь они получили второй шанс возглавить правительство. Первый был много лет назад и не очень успешный. Пропавший чемоданчик Индулиса Эмсиса вошёл в историю как образец глупости и коррупции. Марис Кучинскиц сразу сделал красивые жесты, обещал не трогать налоговую систему. До сих пор коалиция изолировала министерство одно от другого, и общие цели правительства оставались недостижимы. Правительство было ареной политических легионеров, а не командой, которая бы работала для достижения общих целей. Слушаемся в слова Мариса Кучинскица. До сих пор коалиция изолировала министерство одно от другого, и общие цели правительства оставались недостижимы, говорит новый премьер. Смотрим на состав его кабинета министров. Практически всё те же профиль и анфас. Только добавилась новая должность – товарищ премьера. Это, очевидно, единственное, что отвоевало единство. Утешительный приз вице-премьер. Повезло, что один в первом правительстве Андреса Шкела таких товарищей было целых семь. Получится ли у правительства Кучинскица работать как единая команда? Пока его товарищ из единства – вряд ли. Субтитры создавал DimaTorzok